Здравствуйте! Вот я должен вам рассказать совершенно такой материал, который меняет моё отношение к Сталину, к временам сталинским. Совершенно потрясающий материал. И это тот случай, когда я вот, как мне говорят, дайте пруфы, я не знаю, что такое пруфы, я дам ссылку на источник. Источник уверяет, что это абсолютно точная информация. Это вот конкретный человек, я вам на него дам ссылку. Значит, дело было в 1932-1933 году. Это то самое время, когда у нас было то, что называется голодомор, страшный голод, который был вызван тем, что советская власть изымала у крестьян не только хлебные излишки, как это тогда называлось, даже семяное зерно забирали. Семяное зерно забирали и отдавали это дело на продажу за рубеж. Дело в том, что это была эпоха индустриализации, так называли, да, пятилетку в четыре года, строительство крупных заводов-гигантов. Все эти завод-гиганты закупали за рубежом в Соединённых Штатах Америки. Это было время такое для этого в каком-то смысле удачное. Могло бы быть в каком-то смысле удачное. Потому что западные производители были не избалованы на тот момент заказами, бушевала во всём мире так называемая Великая Депрессия. Но она действительно была Великая Депрессия, без всякого так называемого. Но запад отказывался принимать в уплату советское золото. Была так называемая блокада советского золота. Это чем-то напоминало блокаду, скажем, немецкого гитлеровского золота, того, которое они отнимали у евреев, вот эти вот свои зубные коронки из концлагерей, всё прочее. Это отказывались принимать. Правда, был в Швейцарии такой банк для международных расчётов, он баловал с этим золотом. Поэтому он выручал Германию. Ну, а вот у России тогда такого банка не было. И то золото, которое взимали у частных людей, у церквей, всё вот это золото-серебро, его отказывалось принимать запад у нас. Только за товар. Какой товар могла поставлять тогда Россия? На первой международной выставке, в котором Советский Союз участвовал, стенд его был, это была такая фотография в журнале «Наука и жизнь». Стенд его был, значит, изображал с помощью топоров. Топоры изображали лучи восходящего солнца. Вот над всей планетой восходит заря социализма в виде, так сказать, топоров. Вот. Всё. Больше нечего продать. Только зерно. И вот это всё зерно, которое взимали, надо было отдавать за рубеж в обмен на деньги, которые шли в уплату за машины, за оборудование, за готовые заводы, вот буквально заводы, которые были целиком производились и к нам сюда поставлялись. Вот завод «Автогаз», да, или «Газ» он назывался, «Горьковский автозавод». Так, при мне он назывался, по крайней мере. В городе Нижний Новгород, тогда он ещё был Нижний Новгород, «Горького» не было. Строился грандиозный автомобильный завод. Вот. Машины, так сказать, марки «Форда» там должны были выпускаться. Ну, под нашим лейблом, естественно. Но, великая депрессия, что значит депрессия? Перепроизводство. Зерна много за границей в тот момент производилось. То есть зерно обесценивалось. Но, тем не менее, оказывается, кто-то финансировал покупку нашего оборудования для нас. А зерно, зерно вот это, которое взимали у крестьян, которые потом голодали, умирали, ели своих детей. Представляете, какой кошмар. Вот это всё Сталин изымал. Всё это зерно грузили на корабли, которые выходили в море, и подальше от берега топили зерно в море. То есть вот эта вот программа, которая, так сказать, советско-американская программа истребления нашего населения. Для меня это сенсация. Вот на этом месте, в общем-то говоря, я изложил сенсацию. Сейчас я буду объяснять, откуда эта информация. Значит, Олег Клеймёнов. Олег Клеймёнов, он работал, значит, на телекомпании СГУ-ТВ. СГУ-ТВ – это та самая телекомпания, которая производила, производит до сих пор телепрограмму. Она была спутниковая в основном. Телепрограмму «Первая образовательная» называется. Канал «Первая образовательная». Вот она такая 24 часа идёт. Вот я много лет на этом канале работал. Я много снял там курсов разных образовательных. Передачи «Собеседники» вёл я такая вот разговорная передача. Снимал передачи в фестивале российской науки. Ну, то есть, и, так сказать, байки Бояшинова. То есть, я там, вот, так сказать, человек, который там постоянно присутствовал иногда. Вот. Я был приходящий, тем не менее. А Клеймёнов там работал. Вот я его тоже вот знал, Клеймёнов. Он меня тоже знает с тех пор. В ту пору, по свидетельству моего любимого режиссёра Андрея Валерьевича Цветкова, он с ним-то ближе был, потому что Андрей Валерьевич там, ну, дни проводил, а я только приходил, снялся и убежал. Снялся и убежал. Вот. Он говорит так, что в ту пору Клеймёнов был, в общем, так сказать, отличался такими антисталинскими взглядами, что очень важно. Сейчас он не скрывает своих просталинских взглядов. Значит, до 91-го года, то есть до того, как у нас случилось то, что Клеймёнов, в общем, вполне справедливо называет революцией, он был руководителем предприятия, крупного предприятия, на котором работало 4000 человек. И вот я специально его дословно слова хочу воспроизвести. Я работал первым руководителем предприятия со штатом 4000 человек. Вот. И это был как раз-то тот момент, когда вот народ был не согласен с советской властью. Будь моя воля, я не стеснялся, так, и будь моя воля, не выпустил бы ни одного живым с площади. То есть он был готов, будь его воля, он бы убил все 4000 человек, которые вот были, работали под его началом и были недовольны советской властью. Вот такой он человек был в ту пору. Вот. Вот так вот он высказался. Нужно сказать, что он внук репрессированного, человек, как он говорит. Этот репрессированный был реабилитирован, внимание, очень важная дата, в 1993 году. Это очень важная дата. Он в том году был, значит, реабилитирован. Как это было дело? Значит, вот люди, которые вот, ну, из числа чесиров, вот этих вот, вот у них классика считается, сел в 37-м, реабилитирован после 20-го съезда. Это самая классика. Вот Солженицын, он сел после войны. Реабилитирован, да, после 20-го съезда. Ну, это вроде как-то не то. А вот были люди, которые, ну, я так это, понятно, немножко с юмором отношусь к этим людям, которые вот этим кичатся, тем, что их посадили именно в 37-м. Вот. А вот был еще один, значит, заезд. Это вот, например, Павел Судоплатов. Знаете такого? Павел Судоплатов, Павел Анатольевич, по-моему, знаменитейший сотрудник органов госбезопасности, организатор всяческих убийств. Вот, например, знаменитое убийство, так сказать, Троцкого. Вот. Это он организовывал. Он сидел в машине вместе с матерью, так сказать, Меркадера. Когда Меркадер, значит, совершал покушение на Троцкого, когда его, значит, охранники, значит, били-колотили, он говорил, не бейте меня, не убивайте, моя мать у них в машине, да, вот так. То есть они его заставляли. Вот он его с Павел Судоплатов. Меркадер этого заставлял. Оперировал. Ну, в силу того, что он был главным по, значит, убийствам, ну, его имя так вот как-то, само собой, как бы связывается со многими другими убийствами, которые происходили в Советском Союзе, таким политическим убийствами после Великой Отечественной войны. Вот, например, знаменитое убийство Соломона Михоэлса. Соломон Михоэлс – это такой театральный деятель, еврей, понятное дело, был видным членом еврейского антифашистского комитета. Вот, это такой был антифашистский комитет во время Великой Отечественной войны, и он вел какую-то некую такую свою самостоятельную политическую деятельность. Это была такая витрина для Запада. В этой витрине был на всякий случай вставлен и Капица, Пётр Капица. Ну, он вроде как не еврей, но его туда вставили. Вот он единственный, кто уцелел из этого комитета, не сел и не был убит. А вот Михоэлса убили. Значит, помните, фильм такой был, Роберт Де Ниро там играл, и фильм называется «Анализируй это». И вот Роберт Де Ниро разговаривает с этим самым комиком. Забыл, как же его фамилия, это комик, это хорош такой комик. Он там играл этого, психоаналитика. И вот он с этим психоаналитиком разговаривает. Значит, в храме, тут сейчас будет отпевание, хранить будут. Человек, говорит, мой знакомый, шёл в полицию, и его два раза переехал самосвал. Самосвал переехал два раза. Вот этот вот самосвал два раза переехал, это как раз так вот убили Соломона Михоэлса. Чтобы вы знали, да? Ну так вот, он был посажен после ареста Берии Лаврентия Павловича. Сидел приличное время. Ну, а реабилитирован он был в 1998 году. Он был реабилитирован. И восстановлен во всех правах. Вот наштал в то время. Дело в том, что тут интересная вообще картина с этими реабилитациями. Вот были такие люди, которых посадили уже по делам, связанным с, ну, как сказать, обвинением и устранением из жизни таких фигур, как Егода, Николай Иванович Ежов, Лаврентий Павлович Берия. Вот их сажали и, в общем-то, тоже не особенно заботились, чтобы обвинения были чистые. Вот такие яркие, знаковые фигуры, типа, значит, Ежов, типа Берия. И по ним была отказана в реабилитации. Хотя вот Берия, например, он обвинен в чем был? Он был британский шпион. Он руководил всей советской разведслужбой, в то же время был британский шпион. А разведслужба успешно работала. Ну, вот померить невозможно. И доказать, наверное, то, что он был британский шпион, тоже невозможно. Но, вот, тем не менее, вот так вот обстоят дела. А вот более мелкие фигуры, ну, в чем он там? Признавали, побили его, что-нибудь сломали ему, что-нибудь пообещали ему семье сделать, он во всем признался, расписался. И все, всего делов. Естественно, все вот эти такого рода обвинения, основанные исключительно на их признании, они... И вот после 90-х годов стали вот так вот людей реабилитировать. Я не знаю, какими делами занимался дедушка Олега Клименова, чем он ведал, был ли он в этом ведомстве, или был связан с этой вот поставками зерна за границу. Вот что пишет Клименов мне, да? Вот что он пишет. Где же он тут, это место? Сейчас прочту, я не буду вас ничего обманывать. Я высказал свое мнение. Мне не нужно ваше согласие или несогласие. Мнение – это когда опираешься на достоверную информацию, а не на ту, которая потоком льется с экранов. То есть вот у Олега Клименова есть достоверная информация о том, что Соединенные Штаты Америки финансировали социалистическое строительство в СССР, и при этом они, значит, просто устраивали голодомор вместе с товарищем Сталином. То есть товарищ Сталин, получается, агентом Запада. Значит, ну, позвольте мне, так сказать, немножко развернуть ту сторону, что могло быть на американской стороне. В ту пору президентом был Герберт Гувер. Он был президентом, закончилось его президентство в 1933 году. А в 1932 он еще вовсю был президентом. А тут вот как раз вот называют сроки. В 1932-1933 году это происходило. Об этом пишет Олег Клименов. Мне что в 1932-1933 году вот так вот было. Хлеб просто топили в море советский, а люди советские умирали от голода. Вот. Значит, Герберт Гувер, президент был. При нем как раз случилась вот эта Великая Депрессия. Ну, и поэтому так он немножко плохо остался немножко в памяти американской. Кстати, это был самый долго проживший после отставки президент. Он умер где-то уже, по-моему, в 60-х годах, если не ошибаюсь. В 20-е годы он занимался очень важной работой. Он возглавлял помощь Европе, пострадавшей после Первой мировой войны, и Советской России. Он возглавлял организацию Американская, как это, служба помощи, АРА называлась. АРА. Называется так. Формально негосударственная организация. Так про нее в Википедии написано. Когда она была создана? Она создана была в 19-м году. Ей Конгресс выделил 100 миллионов долларов на ее работу. 100 миллионов – это значит примерно… Что значит получается-то? 100 тонн, да? 100 миллионов граммов, 100 тысяч километров. Да, где-то примерно 100 тонн золота, грубо говоря. Потом еще тоже были вливания в эту организацию. Эта организация обеспечивала и хлебом, и многими другими вещами. Привлекала деньги, значит, благотворительных фондов. И вот они спасали от голода советские жители. Очень такая драматическая ситуация была. Работали в этой АРА. Очень много военных американских там служили. Ну, такая служба-то связана с риском. За границей. Военные. И нанимали они, значит, служащих из Советского Союза. Российских, да? Вот. Они там, значит, служили, раздавали хлеб. Вот было бы оставлено условно. Мы дадим вот такие огромные ресурсы хлебные, вещевые. Если вы нам разрешите самим распределять. То есть не то, как было с фондом Нансена, да? Когда деньги просто они в золото брали и тратили на революцию в Европе. Или на покупку пулеметов. Чтобы тут своих крестьян голодных, значит, глушить. Вот. Вместо того, чтобы, значит, действительно покупать продовольствие. Но вот это вот американская организация. Так. И я всегда-то думал, что вот какая замечательная вот организация. А тут надо же, что получается. И вот у меня вопрос такой. Вот. У меня смотрят есть люди в Америке наши, русскоязычные, разумеется. Вообще-то тема очень важная. Вот у Клеймёновой есть непромежимые данные о том, что это сговор, в общем-то говоря, советско-американский. Ну, потому что раз поставляют фактически ни за что, да? Ни за что. За бесплатно. Оборудование целых заводов. И забирает при этом зерно, которое топит в океане. Это о чём-то говорит. Это неспроста. То есть такой бесчеловечный поступок. Я думаю, что как-то вот можно, наверное, поискать концы вот этих вот старинных 20-х годов, 32-го года транзакций, да? Да, переводов денег, как они шли, да? Кто-то платил фиктивно за хлеб купленный, а потом эти платежи попадали вот... Потому что ведь на заводах не будут за бесплатно создавать такое количество оборудования американских, да? А работникам надо платить, за сырьё надо платить. Ну, как? Кто-то должен профинансировать. Вот. Ну что, может быть, Конгресс финансировал? Ну, я что-то не слышал про финансирование Конгресса, значит, в пятилетних планах. В принципе, это смысл могло иметь. То есть мы даём деньги заводам, которые работают, которые, значит, борются тем самым с безработицей, борьба с безработицей идёт, подъём некое производство. А вот это вот всё оборудование мы экспортируем, продавать его не нужно, мы его отдаём за бесплатно. А и параллельно ещё морем голодом, значит, советское население. Ну, в общем, чудовищная информация. И лично я очень прошу, очень прошу просто Олега Калимёнова прийти к нам в студию, он знает прекрасно, где эта студия находится, а прийти в студию, вот, рассказать вот про те вот факты, которыми он располагает, да? Вот. Достоверной информацией, которой он располагает, объяснить нам. Потому что это дело очень серьёзное. Молчать нельзя. Молчать нельзя. Это чудовищное преступление. Это, наверное, преступление, одно из самых чудовищных преступлений 20 века. Уж если уж так, тем более. Ну, вот, есть такой вот комплекс документов, опубликован, кстати говоря, ещё в советское время. Это назывался, значит, там, переписка, значит, Сталина с руководителями держав антигитлеровской коалиции Советского Союза на международной конференции. Очень много таких было книг. Помню, тогда я их исправно покупал, читал. И вот первый визит, значит, американского представителя в Советский Союз, лето 41-го года. Чем может помочь Америка? Он привёз список, значит, возможных материалов, которые США могут поставлять по ленд-лизу Советскому Союзу. И первое, что Сталин попросил колючей проволоки. Это вообще, если вам долго искать, найдите роман Чаковского. Чаковский такой, сталинистый, ярый. То есть он придумывать не будет зря. Плохое про Сталина. Чаковский. Называется «Блокада». И вот, значит, справедливо Олег Клемёнов говорит, что Сталин блокаду пережил. Да, вот он пережил эту блокаду, ценой того, что, значит, отнимал у крестьян хлеб. Далеко не все крестьяны пережили эту блокаду. А вот Сталин пережил. Ай да молодец, Сталин. Да ещё такой преступник оказался. Ну, спасибо вам большое за внимание. Не забудьте, что вот это первый мой ролик, который вот в духе расследовательской журналистики создан. Я уж, извините, как умел, так и рассказал. Наверное, к чему-то можно придраться, да? Чего-то стандартам не соответствует. Ну, что сумел, то сделал. И не забывайте, что я вообще, это не просто расследовательская журналистика, это ещё и нищенская журналистика, побирательская. Я побираюсь через интернет вот с помощью Ютуба. Внизу у меня номер моей Сбербанковской карточки. Он цифрами заканчивается 3243. Номер счёта в Сбербанке, все реквизиты есть, PayPal, Яндекс.Деньги, Киви, Кошелёк. И особая моя просьба, товарищи американцы, покопайте там, толкните эту идею. Потому что в своё время комиссия этого, Маккарти, Маккартизм, помните? Он Маккартизм закончился, когда он посягнул на светлый образ Рузвельта. А он стал выяснять, а чё это Рузвельт втянул США во Вторую мировую войну? А ведь он ведь втянул её, чтобы помочь Советскому Союзу. Он же втянул её в декабре 1941 года. Как раз в самый такой критический момент на Советско-Германском фронте. И прихлопнули Маккарти, не дали расследовать. Ну вот, смотрите, дела ещё более давних дней. Тем более, что не американцы умирали, а русские. Уж, товарищи, помогите, найди конец. Всё-таки когда-то вы нам помогали победить Гитлера, выжить, не умереть с голоду. Помогите сейчас найти правду. Всех благ вам, пока. Субтитры подогнал «Симон»